Создать крупнейшую в России экосистему прибрежных парков – такова миссия проекта, запущенного по инициативе президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Согласно плану, до 2030 года вдоль прибрежной территории Казанки должно появиться 12 парков. О реализации масштабного проекта расскажет наш корреспондент. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Непрерывное озеленение в виде цепочки парков станет экологическим каркасом города, а сама Казанка – его стержня. Также сеть парков поможет равномерно распределить поток людей на берегах реки. Таким образом снимется нагрузка с уже существующих набережных. Кроме того, важно, чтобы берега оставались в своем естественном виде – песчаными или озелененными, но ни в коем случае не бетонными. Зеленый каркас подразумевает непрерывность озеленения территории. А здесь не все вопросы еще до конца продуманы, и вот это вызывает некоторую беспокойство. Например, строительство парка около ривьеры, оно предполагает строительство концертного зала, опять очередной кусок на мыло. И считаю, что это неправильно. Тем не менее, проект по благоустройству береговых линий Казанки уже на стадии реализации. Первым шагом стал экстрим-парк «Ура». Активные работы ведутся и на территории прибрежной зоны от Кремля до Кировской дамбы. На новом участке набережной казанцы смогут любоваться пейзажами. Для этого будут установлены скамейки и лежаки, появятся велосипедные дорожки, дополнят атмосферу посаженные деревья и новые цветочные клумбы. Все это не за горами. Работу планируют завершить уже к концу августа, ко дня города. Отметим, что принять участие в проекте может любой житель Казани. Прислать свои идеи и предложения по благоустройству прибрежной территории Казанки можно на электронный адрес, который указан на экране. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюс.